Сначала, конечно, все злились. Сейчас уже просто смешно, что он делает. Мы, конечно, найдем пути, все выйдем отсюда как-нибудь. Ирина рассказывает о проблеме своего дома с долей отчаяния. Говорит, что злиться уже устала. В начале осени дорогу к ее дому перекопали, поставили бетонные блоки. Автомобилисты добираются к дому объездным путем, а пешеходы по узкой дорожке, высланной досками. А теперь и ее закрыли бетонным блоком. Ездили по полю, вон там дорога была. Он ее буквально в этом месяце просто вдоль перекопал. Вчера этот блок появился. Это уже до смешного детский сад какой-то. Каждый день здесь такая ситуация. То блоки перегораживают, то дорогу перекапывают. Пройти к дому на Светлова, 31, не только трудно, но даже опасно. Путь пролегает через яму, и здесь довольно скользко. Местные жители винят во всем собственника этого земельного участка, но он говорит, что ни при чем. Все решения принимают арендаторы. Мы связались с владельцем участка, Евгением Генераловым. Он ответил нам письмом, в котором рассказал, что участок находится в аренде, и правообладатель планирует обнести его забором. Так что у жителей не останется и этой. Плохенькой, но все же тропинки к дому. В администрации города сегодня выходной, и новостям ТВК не удалось получить комментарий чиновников. Ранее проблему уже комментировал заместитель мэра Владислав Логинов. Он объяснил, земля в частной собственности. Городские власти здесь бессильны. Кругом частная собственность. Нельзя никуда зайти, нельзя никуда сделать дорогу, какие-то виды работ произвести. Обязательно попадешь на какой-то участок в частной собственности. Закон в этом случае полностью на стороне правообладателя. Со своей землей он может делать, что хочет. А в многоэтажке 200 квартир. И всем жителям, видимо, придется искать новые пути. Домой и обратно. Как им помочь, сейчас решают в мэрии. Прокомментировать ситуацию пообещали в понедельник. Мария Маковозова, Александр Тропин. Новости ТВК.